Всем привет, меня зовут Евгений и сегодня мы со всех сторон рассмотрим бытовую сплит-систему постоянной производительности. Бергамо Кватро Клема. Поехали! Кондиционеры Бергамо появились в продаже в 2020 году, но уже успели завоевать популярность благодаря демократичной цене, надежности и бережному энергопотреблению. Бергамо по-настоящему энергоэффективный кондиционер постоянной производительности, что выгодно отличает его от других сплит-систем данного сегмента. Все модели обладают энергоэффективностью класса А в режимах охлаждения и обогрева. Серия предлагает широкую линейку мощности, начиная с семерки, как у нас, до 21 квадратного метра, заканчивая 28 моделью до 82 квадратных метров. В основе конструкции Бергамо лежит роторный компрессор от ведущих заводов-производителей, среди которых совместное предприятие Медео и Тошиба, завод GMCC. Внутренние блоки Бергамо выполнены в лаконичном дизайне. Стоит отметить, что минимализм сейчас в тренде. Передняя панель обтекаемой формы из белого глянцевого пластика с тонкой эстетичной полоской цвета металлик. Материалы высокого качества. Все элементы внутреннего блока плотно прилегают к друг другу. Лицевая панель оснащена скрытым LED-дисплеем. Диапазон рабочей температур позволяет сплит-системе работать в режиме охлаждения на протяжении всего жаркого сезона, когда за окном от плюс 15 до плюс 43 градусов. А когда наступает межсезонье, кондиционер Бергамо станет выгодной альтернативой обычному обогревателю при наружных температурах до минус 7 градусов. А теперь давайте поговорим о режимах и функциях. Бергамо задумывался по принципу «кондиционер доступный для каждого». Вот поэтому в нем есть самое нужное и важное. Режим дисплей позволяет включать и отключать подсветку на внутреннем блоке. В режиме турбо кондиционер стремится достичь выбранной пользователем температуры максимально быстро, благодаря работе вентилятора на максимальной скорости. В режиме слип кондиционер создает оптимальные условия для комфортного сна человека. При этом вентилятор работает на малых оборотах, снижая уровень шума. В режиме охлаждения поддерживаемая температура будет постепенно повышаться на 1 градус через час работы и еще на 2 градуса спустя 2 часа. В режиме обогрева наоборот. Поддерживаемая температура понизится сначала на 1 градус, а затем еще на 2. Выход из режима слип наступает через 8 часов работы. Важно обратить внимание на то, что режим слип также экономит электроэнергию. Функция подготовки воздуха в режиме обогрева обеспечивает подачу предварительно прогретого воздуха для максимального комфорта пользователя. Благодаря функции самодиагностики кондиционер предупредит вас о возможной неисправности. На дисплее появится соответствующий код ошибки и вы всегда сможете знать, что произошло с кондиционером. А если вдруг отключат электричество, то вам не придется выставлять все настройки заново. Они сохраняются в памяти кондиционера благодаря функции авторестарт. Давайте посмотрим на универсальный пульт дистанционного управления Bergamo. Он вытянутой формы, стильный, компактный и удобно лежит в руке. С помощью кнопки Mode вы можете выбрать интересующий вас режим работы. Авто, охлаждение, осушение, обогрев и вентиляция. Это основные задачи бытовой сплит-системы, с которыми Bergamo отлично справляется. Кнопка Option отвечает за включение и отключение дополнительных функций, таких как таймер, подсветка и режим комфортного сна Sleep. Кнопка Fun управляет скоростью вращения вентилятора. Чем быстрее скорость вращения лопастей, тем быстрее происходит нагрев либо охлаждение воздуха в помещении. Гарантия на кондиционера Bergamo составляет до трех лет, а это немало. К тому же статистика сервис-инженеров показывает, что модели серии из-за своей простой и надежной конструкции ломаются крайне редко. Доля обращения в сервис составляет менее половины процента. Кондиционер – это не роскошь. Это необходимый элемент для того, чтобы практически в любое время года вы чувствовали себя комфортно. Выбирайте Bergamo – энергоэффективное, долговечное и бюджетное решение. Ссылку на страницу Bergamo со всеми техническими характеристиками инструкции я оставлю в описании к видео. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Ставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал Академия климата. До встречи в следующих обзорах. Пока!